Они накапливаются в толстой кишке, поэтому отходы, которые должны легко выводиться, остаются в организме и становятся очагом заболеваний. Это значит, что ваше дыхание, мыслительные процессы и обоняние со временем ослабны. Это совершенно точно приведет к вялости. Если вы едите слишком много клубнеплодов, например, картофель и другие клубневые овощи, у вас будут образовываться газы ниже пупка. Когда там образуются газы, ваша прана между пупком и основанием горла не будет функционировать так, как должна, и уровень активности в вашей системе снизится. Среди овощей есть такие, которые растут под землей, но при этом они полезны. Например, морковь и редис. Все прочие клубнеплоды, например, картофель, родственные ему овощи, несут нулевую прану, но вызывают то, что называется тамос. Тамос означает определенную инертность внутри вас. Обычно мы советуем студентам и медитаторам не употреблять картофель и родственные ему овощи, потому что они увеличивают потребность во сне. Для студентов и медитаторов самым главным врагом является сон. Допустим, вы сидите с закрытыми глазами или читаете учебник. Учебник хорошо усыпляет, не так ли? А если вы еще и на картофельной диете, то заснете очень быстро. Молочные продукты содержат определенные ферменты, которые используются для производства некоторых текстильных клеев. Эти клеи не растворяются в воде. Если вы употребляете много молочных продуктов, они накапливаются в толстой кишке. Поэтому отходы, которые должны легко выводиться, остаются в организме. Бодрость тела и живость ума будут снижаться из-за употребления молочных продуктов. По крайней мере, тем, кто с юга Индии, даже в школе говорили, что если они съедят творожный рис, то их будет клонить в сон. Если у кого-нибудь сонный вид, то на юге Индии обычно говорят. Все знают, что от него становишься вялым, но учителя тоже его едят, и это проблема. Медициной доказано, что если съесть сырое мясо, то ему потребуется от 70 до 72 часов, чтобы пройти через организм. Приготовленное мясо пройдет через организм за 50-54 часа. Приготовленная вегетарианская пища проходит организм за 24-30 часов. Сырые овощи проделывают этот путь за 12-15 часов. Съеденные фрукты покинут ваш организм через 1,5-3 часа. Почему это занимает так много времени? Потому что длина пищеварительного тракта человека составляет от 7 до 11 метров. Это весь канал от губ до анального отверстия. Особенностью всех травоядных животных является то, что их пищеварительный тракт примерно в 5-6 раз длиннее тела. У хищников он всего в 2,5-3 раза длиннее тела. Или другими словами, у всех плотоядных очень короткий кишечник. У всех травоядных длинный кишечник. Поскольку вегетарианская пища проходит через организм быстро, развилось именно такое соотношение по длине кишечника. Если съеденное мясо остается в организме надолго, оно становится очагом заболеваний, которые во многом создаются вами. Употребление мяса стало частью нашей мировой культуры, потому что в прошлом для многих общин основным вопросом было выживание. Выживание? Это совсем другое дело. Нужно есть все, что необходимо. Когда выживание отходит на второй план, у вас появляется выбор. Теперь вы выбираете, какое тело вам хочется иметь. Какие навыки вы хотите развить и подходите к питанию соответственно. Речь не о запрете мяса. Речь о том, чтобы питаться более осознанно. Это выбор питания. Юргической традицией, если вы что-то приготовили, вы должны съесть это максимум в течение полутора часов. Некоторые блюда допустимо хранить 4 часа, но после этого вы их не трогаете. Неважно, насколько это вкусно и аппетитно. Вы к ним не притрагивайтесь, иначе в системе образуются газы. Не только ощутимые газы в желудке. Вы разовьете в организме такие вайю, которые будут работать против вашей прановайю. Это значит, что дыхание, мыслительные процессы и обоняние со временем ослабнут. Эти три процесса очень важны для того, чтобы оставаться энергичным человеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...